Повышают налог на прибыль предприятия, это значит сокращается возможность для инвестиций. Подоходный налог становится прогрессивным, то есть увеличивается по мере увеличения дохода. Да, те, кто получают примерно до 200 тысяч рублей в месяц, продолжат платить 13%. Да, с диапазона 200-400 тысяч в месяц налог будет 15%. До 1 600 000 – 18%. До 4 миллионов – 20%. Сумм больше 4 миллионов – 170 тысяч рублей – 22%. Всем привет! Русский Расклад ТВ, студии «Партия Дела». Всяху Олег Комаров. И сегодня мы поговорим о той теме, которая назрела уже давно, она обсуждается. И вот, наконец, подошло к тому, что настала реформа налоговой системы. Именно об этом мы сегодня поговорим. Вот, Олег Константинович, известно, что подготовлена новая налоговая реформа. Вот, как, по-вашему, она отразится на уровне жизни России? Прежде чем ответить на то, как она отразится, я хотел бы немножко в историю вернуться к той налоговой реформе, в которой мы живем, будем говорить, на протяжении длительного времени. Значит, вот изначально, так называемая плоская шкала налоговложения, о которой говорят, 13% и так далее. Изначально, когда принималась налоговая реформа, то идея была такая, идея была такая, что вот, а как сделать так, чтобы вот принцип справедливости, он все-таки существовал. Там сейчас одна из элементов, о которых все время говорят, что надо налоговую систему сделать более справедливой. Из-за этого сейчас как раз дифферентированы ставки на налоговложения как раз по НДФЛ и многие другие, то есть хотят изменить с первого ряда 25-го года. Но вот в тот момент, когда ее принимали, я это помню, потому что я тоже в этом принимал участие, и идея была такая, что вот, ну да, плоское шоколадное налоговложение у нас идет с начисленных фонд оплаты труда. Да, значит, ну вот как раз вот помимо, значит, 13% мы же платим много там других, пенсионные, страх, соцстрах и так далее, там 46-60%. Так вот, значит, что вот богатые, то есть богатый класс, олигархи и так далее, которые у нас заработают какие-то там большие деньги, понятно, что у них там тяга к излишествам. Купить какие-то дорогие машины, корабли, лайнеры, самолеты, вилы, ну и масса-масса всего, как вот изобилия, в которой они так жить не представляют себя без этого изобилия. Идея была такая, что вот на то изобилия машина, там дом, я не знаю, может какая-то квартира, значит, дальше там лайнер, самолет там, там что-то еще, то есть вот так далее, то вот на это через акцизу увеличивают, допустим, акцизные сборы. И тем самым мы тогда бы что-то сделали, что вот эта база, на которой 13% по плоской шкале на вложение мы собираем, а вот если вы хотите излишки какие-то покупать, вы за это должны заплатить там, условно там, ну прогрессивный налог, скажем, через вот эти акцизы. Вот это было введено, и это достаточно успешно работало в этом вопросе. Еще одна была, то есть, допустим, почему шкала на вложение была 13%, в тот момент многие не платили налоги на секреты, это тоже была проблема. Налога в тот момент была не в состоянии, то есть вот обеспечить полностью вот эту систему учета. Ну и вот было принято решение, ну давайте поступим так, вот на тот момент, и будем говорить, по сегодняшний период это было правильное решение, то есть вот это правильное, и то есть этим вопросом нужно было заниматься, то есть вот все эти вопросы учили. Тут другой момент у нас, перекос какой есть, вот несмотря на налоговую систему Российской Федерации, а все ли у нас субъекты, которые работают на территории Российской Федерации, платят у нас налоги Российской Федерации. А не получается так, что они, допустим, не платят там налоги Российской Федерации, а платят вовшину. То есть и получается у нас опыт пока, особенно за последние три года, что у нас большое количество, то есть было там и сетевые компании, и монополии, то есть допустим, и розница, то есть и чего только не было, то есть допустим, на что, когда они имели офшоры, а что такое офшор? Вот офшор, например, допуст, Швейцария, или Виргинские острова, или еще где-то, вот Швейцария, Швейцария, то есть допустим, если ты зарегистрировал свой офшор, то есть допустим, юридическое лицо в Швейцарии, то ты платишь 0,15 суток корпоративного налога, то всего лишь вот у тебя 0,15 суток процент корпоративного налога больше на налог не платят. Но понятно, допустим, те организационные правоформы, которые были в офшорах у нас зарегистрированы, а работали в России, у них было такое преимущество. Такое преимущество, и как раз налоговый не добирал вот эти налоги. Вот я считаю, что вот об этом, кстати, сейчас многие говорят, борются с офшорами и правильно это делают, но работу до конца не довели по офшору. Вот тут есть большой объем денег, который мог бы прийти в бюджет Российской Федерации. Но не секрет, допустим, даже про Газпром говорят 6 офшоров. А если офшоры перевести, то допустим, деньги, вот вам дополнительно сколько мог бы бюджет получить тех или других денег. Но ведь не секрет, что на территории Российской Федерации есть объекты, которые вообще не принадлежат Российской Федерации. Есть, есть. Поэтому вот опять речь идет к офшорам. И как раз вот как сбалансировать эту систему, чтобы все платили, то есть на территории Российской Федерации, что они должны все платить. Не офшоры, а платить бюджет Российской Федерации. Это первая задача, которую мы пока не решили. Да, мы к ней идем, но вот на протяжении 20-го года мы об ней говорим, но мы ее полностью не решили. Я никогда не забуду, когда существовала табачная фабрика на улице Рабочего. Плюс 28 миллиардов бюджет. 28 миллиардов бюджет. Когда мы пытались туда пройти, устраивали акции, как бы загрязнение окружающей среды и так далее. Что говорили журналистам? И это территория государства, да, королевство Великобритании. Как так? Удивительно. Теперь давайте, значит, мы переходим уже к тому, что предлагается к этому новеллам, то есть к налоговой реформе и так далее. Ну вот мы сейчас говорили о прогрессивной шкале налогового движения. Нет, мы говорили о плоской шкале налогового движения. О плоской. А теперь переписываемся прогрессивной шкале. И как, на ваш взгляд, каким слоем населения она более выгодна? И так получается у нас что? То есть у нас получается то, что, значит, что принцип справедливости. То есть вот для чего мы сейчас меняем вот эту шкалу наложения? Говорят, что для того, чтобы добиться принципа справедливости. И под этим новым у нас идет вот это реформирование, вот эта налоговая система. Значит, ну первый момент, то есть, допустим, значит, это касается налогового, начисленного фонда оплаты труда и изменения процента плоской шкалы налогового движения. Кстати, плоская она уже у нас не была, потому что надо называть, что у нас уже было 13 и 15 процентов. 13 процентов до 5 миллионов, то есть, если по результату года, то есть, совокупный доход, то есть, это 13 процентов. И если свыше 5 миллионов по зарплате, то тогда вот это уже 15 процентов. Сейчас предлагается у нас, значит, 2,3 миллиона, то значит, это 13 процентов по результату года, то есть, если зарплата будет за 12 месяцев, 2,3 миллиона. И дальше пошли у нас уже 15, 20, 25, 30 и так далее. То есть, вот это вот как раз называется дифференцированная шкала налогового движения. Да, во всем мире она есть, я могу сказать, то есть, вот это мировой опыт. И да, пришло время, то есть, ее использовать, будем говорить, на территории Российской Федерации. То есть, вот, безусловно, получается, что под удар попадает малый и средний бизнес, средние предприятия, ну и крупные предприятия попадают. Это вот, будем говорить, вот в этом отношении. Можно было бы другой подход предложить, можно было бы. А вот для работодателя, если бы предложить, слушайте, а вот если бы мы не увеличили вот эту вот, допустим, процентную ставку, а вот вы сумму взяли бы и увеличили зарплату работникам, пошли бы работодатели на это? Я уверен, что пошли бы. То есть, работодатели сказали, мы согласны, вот если было бы предложение сейчас такое, это тоже вопрос о реформе. То есть, а давайте мы не будем увеличить, значит, налоговую ставку, а сделаем так, что, значит, вот вы увеличили зарплату. Кстати, это как раз вот вопрос бедности, о чем говорил президент и так далее. Можно было бы поэтому пойти и так. Ну, был выбран другой путь, то есть, вот, через все-таки ставку на углажение. Дифференция ставки на углажение, прогрессивно на углажение. На петербургском экономическом форуме уже заявили об этом, что помимо поднятия ключевой ставки, в 2025 году увеличат налоги по многим позициям. Так вот, как вы считаете, будет ли выработан какой-то механизм защиты простых граждан, простых россиян? Ну, этот механизм, он называется льготы, то есть, вот это льготы, которые, то есть, даются льготы, там, той или другой категории, и которая будет уменьшать налогооблагаемую базу. То есть, вот, когда, будем говорить, исчисляется налог, будем говорить, то, особенно это по результату года, люди представляют декларацию о доходах, то вот, в соответствии с налоговым кодексом, есть льготы. То есть, вот, по категориям, там, по тем, другим, значит, и вот с ответственными льготами, значит, налогооблагаемая база уменьшается на сумму этих льгот, которые выражаются конкретно в день же выражения. Вот об этом, кстати, президент сейчас говорил, то есть, вот, и говорил о том, что, вот, тут нужно посмотреть еще вот эти льготы, и по методике говорится о том, что, вот, как раз планируется за счет этих льгот, чтобы не было вот этого риска, то есть, удара на незащищенность своей населения. За счет вот этой льготы, вот это, будут как раз вот это уменьшать налоговое время, то есть, допустим, на незащищенность своей населения. То есть, малоимущие, там, нищие и так далее, и так далее. Вот, как бы, подходит так вот. Ну, по крайней мере, с обсуждением, вот, оно понятно так. Понятно, мы знаем, когда это будет принято, это будет принято в конце года, и вступает он на дни, забывайте, 1 января 25-го года, то есть, вот, этот вот законопроекты различные. Что отрицательное, я могу, хотел сказать, вот, помимо того, что с начислить фонд оплаты труда, у нас, значит, идет, то есть, вот, налоговое время, у нас еще налог с прибылью увеличивается на 5%. Вот, увеличение налога с прибылью на 5% ударит по предприятиям Российской Федерации, ударит, и очень сильно ударит. Почему? Потому что, вот, смотрите, с одной стороны, мы увеличим процентную ставку Центробанка, с другой стороны, мы увеличим налог с прибылью. А что такое налог с прибылью? А прибыль определяется у нас следующим образом, это выручка, тренизация, минус себестоимость, и выходит, значит, уже на прибыль. Прибыль – это тот источник, который предприятия, все организационные правы и формы Российской Федерации используют на свое развитие, то есть, на инвестиции. На перепрофилирование, там, и так далее, и так далее, много чего. Вот тут получается, что мы, значит, не способствуем развитию предприятия, а в какой-то степени мы их опять поджимаем очень сильно. Тут нужно об этом посмотреть, вот, допустим, потому что, еще раз говорю, как бы не пережать предприятие, не сделать так, чтобы хотели как лучше, получилось как всегда. Кстати, даже об этом Набиульна говорил, вот, на 5% она 280 миллиардов посчитала сумму, которую даже банку потерять, если банку потерять, а сколько потерять у нас предприятие-производительное Российской Федерации. И еще раз говорю, то, значит, вот, когда вот сейчас опрашиваешь практиков, то есть, вот это предприятие, особенно партии дела у нас много, то есть, руководители предприятия-производители, но в основном среднее рентабельность будет от нашей рентабельности, от нашей прибыли к себестоимости. Средняя рентабельность составляет 3-5%. Но если бы вот сейчас прибыль увеличить на 5%, значит, уже они в минус уйдут. Плюс, все-таки, к всему еще кредиты увеличить будет, значит, уже минус уйдет. Поэтому тут нужно смотреть, смотреть в государственном доме и правительство, чтобы вот не перегнуть палку, чтобы не получилось так, чтобы хотели как лучше, получилось как всегда. А вот сейчас правительство с гордостью заявляет, что в ближайшие месяцы погибло прожиточный минимум до 24 тысяч рублей, а в 2030 году это будет аж 35 тысяч рублей. Это спасет вообще простых граждан, на ваш взгляд? Ну вы знаете, вот это неплохо, то есть прожиточный минимум. Но все равно он будет отставать от инфляции, от динамики жизни, от уровня цены, он все равно отстает. Поэтому все равно этого не будет хватать, население, чтобы он был нормально, то есть мог существовать. Поэтому это все время идет с отставанием. Поэтому несмотря на то, что сказали о прожиточном минимуме, это неплохо, будем говорить новеллы. Но она недостаточная. Мне это напоминает морковь перед осликом, который его вешивает, и вот ослик идет, движется, движется за этой морковкой. И это то же самое. Но эту морковку он никогда не получил. Еще что хотел сказать. В пояснительной записке, которую представил правительство Российской Федерации с этим законопроектом, сказано вот что. Что вот эти как бы дополнительные доходы, которые они собираются обратно, пойдут в федеральный бюджет. А что такое федеральный бюджет? У нас проблемы в регионах, у нас проблемы в местном самоправлении. Там хронически не хватает денег. Поэтому, конечно, нужно посмотреть в бюджетном кодексу, тому, чтобы 50% налога должна оставаться на местах, там, где собирается. Я, кстати, много раз приводил пример. Город Саратов. В Саратовской области 2023 год. 142 миллиарда собрали мы налог на территорию города Саратов. Бюджет города Саратов 35-36 миллиардов. А сколько нужно город Саратову? И вот там много последних было событий различных, где ливневок нет, где там ветка жилевая и так далее. Ну, минимум нужно 50 миллиардов. Значит, надо как раз выходить на эти параметры, которые позволят, то есть, успешно, значит, нам жить там регионам и местным самоправлением. Вот на это надо обратить внимание. Будем надеяться, что депутаты ГУДУМа учтут это, когда будут принимать вот эту налоговую реформу, и которая будет введена с 1 мая 2025 года. Ну, закон обсуждать сейчас, я думаю, где-то осень его привык. Ну, конечно, его будут принимать в конце года, ну, где-то осень, перед принятием бюджета. Вот на ваш взгляд, снижение каких налогов для малого или среднего бизнеса нужно планировать в ходе налоговой реформы, чтобы предприятия хоть как-то оставались на плаву? Ну, у нас вот еще какой перегиб, то есть, вот какой перегиб. Есть налоги, которые в федеральный бюджет поступает, а есть налоги, которые в региональный, региональный и местный бюджет. И вот у нас, вот, например, в Саратове оказалась такая ситуация, что в 1 января 2024 года, то есть, у нас самые большие налоги оказались по кадастровой стоимости имущества. Кадастровая стоимость имущества, то есть, у нас увеличили, то есть, кадастровая стоимость, если в целом по России в среднем 8% увеличили кадастровую стоимость, то у нас в разы. Вот у меня есть предприятие, которое там и было 57 раз, а раз, не процент, 57 раз, 42 там, 37 раз, и, конечно, то есть, это влияет на налог с имуществом. Так вот, получается, что уже и тут мы, значит, до того, то есть, обложили налог, обложили местным налогом, а сейчас еще в федеральных придут, а кто-то вообще смотрел, то есть, вот эту вот, значит, золотую середину этих налог не получится так, что вот мы и федеральными, то есть, налогами, то есть, и местными, и регионально приждем, что создастся такая ситуация, что вместо этого региона предприятия будут умирать. Умирать будет мало, средний бизнес, или будут уезжать, они в Москву, там, в Санкт-Петербург, там, в крупные мегаполисы, чтобы там как-то работать. То есть, такое может быть. Я об этом, кстати, неоднократно высказывался, говорил, что вот, обращайтесь к региональной власти, местной власти, вы посмотрите на это, чтобы не получился у нас в ситуации, хотели как лучше, как всегда. А вот, на ваш взгляд, вообще, можно с помощью экономических рычагов управлять губернаторами регионов? Например, не устраивает какой-то губернатор, пережимает рычею, который формируется там, в Москве, и все, и экономика начинает глохнуть, и губернатора надо менять. Ну, есть, во-первых, значит, это параметры, которые сейчас существуют, это, значит, коэффициенты, эффективность и так далее, они есть. Но, если говорить, у нас там, в Саратовском, смертность населения у нас очень большая, то есть количество умерших, количество рождающих. Вот поэтому показатели уже у нас там плохие, то есть показатели у губернаторов. Поэтому тут есть много показателей, которые, вот, характеризуют эффективность работы губернаторов, значит, я думаю, что вот, если вот эти все показатели строго их посмотреть, то половина губернаторов, то есть нужно будет делать замену губернатору. Понятно. Вот наш, в частности, губернатор Гусаргин на днях с гордостью себя выявил, что по итогам Петербургского экономического форума наша область договорилась, что у нас здесь будут производить матрасы. Вот очень ценное замечание для нашей саратовской экономики. А я бы все-таки вот губернатору напомнил, а что у нас с оперным театром, а что у нас с скоростным трамваем, который уже должен у нас вообще-то работать. Поэтому вот пожелание и намерение, это очень хорошо, то есть, что вот там, значит, на площадке Петербургского экономического форума, то есть, добились. Но давайте решим сейчас те глобальные вопросы. Это оперный театр, это скоростной трамвай, то есть, и это коммуникация как раз с Ливневки, которая вот как раз была, когда у нас непогода, и у нас город Саратов утопал буквально, то есть, вот в этом объеме большого осадка. Вот на это, в первую очередь, надо обратить внимание. А помните, в одной из наших передач когда-то уже говорили, что и скоростной трамвай, и театр, все эти провальные проекты могут стоить в кресло нашему губернатору Бусар-Гену. А как бы сейчас, насколько, так сказать, по моей информации, ситуация развивается именно в этом направлении? Ну, вот у нас, значит... Никакие налоги не спасут уже в этом случае. В нашей истории России есть такое ускорение. У каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество. Огромное вам спасибо. Спасибо вам. А я своей страны хотел бы пожелать, чтобы налоговая реформа, которая неминуемо наступит в 2025 году, не ударила больно по малоимущим слоям населения. Всем удачи. Уйдемся. Вот ты идешь за пучком травы, не доставая ее, а позади оставил целую поляну, заросшую этим лакомством. А вот так и люди. Одни гонятся за лаврами, которые жизнь проносит мимо их носа, другие за барышом, третьи за любовными утехами. А в конце своего пути они замечают, что гнались за пустяком, оставив позади все самое важное. Здоровья, спокой, любовь.